всем привет с вами Наталья Мополо и в этом мастер-классе мы с вами сплетем вот такое замечательное нежное воздушное колье из бисера и жемчужных бусин смотрится оно потрясающе оно выполнено в технике сетка и представляет собой вот такой замечательный нежный аккуратный в минималистическом стиле уголок если вам нравится идея создания такого нежного колье оставайтесь на канале и ставьте пальчик вверх этому видео сейчас я быстренько расположу на коврике для бисероплетения все материалы и мы начинаем мастер-класс и так по материалам я смотрю что вам понравились все таки мои колье которые мы делаем с вами из жемчужных бусинок поэтому снова сегодня мастер-класс по жемчужному колье уголочком для этого мастер-класса нам с вами понадобится совсем немножко бусин сколько я опять-таки посчитаю потом и допишу под видео в инфобоксе полезную информацию о количестве использованного материала какой материал нам понадобится для данного мастер-класса также где покупаю бисер нитки иголочки и всю всю полезную информацию также где меня можно найти куда мне можно написать куда добавлять готовые фото украшений из бисера если вы желаете в нашу группу вконтакте вся эта информация будет продублирована внизу под этим видео больше останавливаться не буду на таких мелочах чтобы не тратить ваше время и так нам понадобятся бусинки вот такие 4 миллиметра какое точно количество я вам напишу чуть позже опять же в инфобоксе добавлю информацию а также нам с вами понадобится мой самый любимый бисер это чешский бисер размер 10 это от прециозы бисер и его номер цвета 78 102 это в принципе все что нам понадобится да еще замочек конечно но замочком я определюсь чуть позже плести я буду на вот таких тоненьких но прочных ниточках для бисероплетения это нитки титан 100 и мы начинаем нашу с вами работу сейчас я заправлю ниточку в иглу сколько нитки заправлять в иглу это вопрос чаще всего мне задают новички нитку вам придется в процессе работы менять несколько раз и не имеет никакого значения какую какой длины ниточку вы заправляете первый раз потому что вы будете ее доращивать в процессе работы как наращивать нитку я оставлю вам ссылку также внизу под этим видео а если вам интересно какую ниточку длиной использую я то я беру где-то метр двадцать метр тридцать вот так до полтора метра мне комфортно работать больше не беру потому что неудобно нитка начинает путаться хотя вот эти нитки они не путаются они очень классные их рекомендую всем моим подписчикам всем своим друзьям кто меня знает и любит вот эта нитка она классная она не путается но опять же если вы возьмете слишком длинную нитку нет гарантии что вы ее не запутайте вы надеваете вы надеваете по бусине на соединительное колечко и крепите к соединительному колечку магнитный замок получается вот так это мы пока все откладываем и начинаем плетение с первого ряда для начала наберем на иголку 4 бусины 4 миллиметра набрали и завяжем узелочек сделаем колечко из этих четырех бусинок теперь выведем ниточку уведем ее от узелка продернем чтобы узел спрятался в бусинку вот так затем смотрите я буду набирать три бисеринки номер десять на иголку 3 затем одну бусинку 4 миллиметра и вновь три бисеринки размер десятый такое такой набор у нас будет между вот такими крестиками начальными то есть вот так должно получиться затем я вновь набираю 4 бусинки 4 миллиметра 4 бусинки опускаемся вниз и проходим через вот эту первую бусинку так затем вновь я набираю три бисеринки одну бусинку и три бисеринки вот так затем снова и набираю 4 бусинки 4 делаю на них крестик то есть прохожу в обратном направлении через первую набранную бусинку вот так затягиваем затем вновь набираю три бисеринки одну бусинку три бисеринки так затем снова я делаю крестик набирая 4 бусины на иголку набрала 4 и провожу иголку первую из этих бусин вот так вновь набираю 3 1 3 затем вновь набираю 4 бусинки для крестика провожу в первую бусинку делаем крестик затем набираем 3 бисеринки одну бусинку 3 бисеринки так шестой крестик мы набираем 4 бусины набрали 4 проводим иголочку первую набранную бусинку замыкаем в колечко затем набираем 3 1 3 и последний делаем крестик последний в этом в начальном нашем центральном треугольнике набрали 4 и проводим иголочку вот в этот в первую бусинку вот такая вот картина вырисовывается сейчас можете продолжить как я я сейчас зафиксирую ниточку поменяю и она у меня закончилась и мы с вами продолжим я предлагаю вначале сплести вот эту центральную часть вот так она будет выглядеть треугольником а затем уже придумаем какую-то цепочку красивую чтобы продлить и колье шлок замочку сейчас я зафиксирую нитку мы продолжим и так друзья мои я нарастила нитку и сейчас это выглядит вот таким образом теперь смотрите мне нужно выйти с противоположной стороны поэтому я сейчас завяжу узел и выведу нитку вот из этой бусинки и так друзья мои закончили работу и выводим иголку с ниткой из вот этой бусины вот по направлению влево мы плетем следующий ряд теперь немножечко иначе пойдет наша с вами работа мы будем с вами набирать по 5 бисерин на иголку затем мы будем набирать с вами 4 бусинки 4 бусинки и делать на них крестик сразу же здесь же так сейчас я возьмусь чтобы мне было удобно и вам видно так и проводим иголку вот в эту бусинку первую затягиваем получаем первый крестик второго ряда вот так затем я набираю еще на иголку 5 бисерин 5 и присоединяю вот этот крестик к следующему крестику то есть крестик второго ряда мы присоединяем к крестику первого ряда набрав 5 бисерин так вот так должно получиться затем я вновь набираю 5 бисеринок на иголку 5 затем набирают 4 бусинки так плохая попалась бусинка 4 бусинки набрали опустили их вниз сделали на них крестик то есть проводим иголочку в первую набранную бусинку вот так затянули нитку затем я набираю вновь 5 бисерин на иголку набрала 5 и креплю уже второй крестик к крестику первого ряда вот он к следующему крестику первого ряда вот она то есть просто заводим иголочку в эту бусинку вот так получается затем повторяем набираем вновь 5 бисерин на иголку 5 затем я набираю 4 бусинки так набрали проводим иголочку в первую бусинку с противоположной стороны вот так затем набираем 5 бисерин 5 и проводим иголочку в следующий крестик по ходу плетения вот так получается плетем так до конца смотрите последний крестик второго ряда я прошла иголочкой вот в эту бусинку и затем мне нужно выйти вот из этой бусины поэтому я здесь делаю узелочек вот вошла в эту бусину и сразу здесь делаю узелочек между бусинками затем смотрите я прохожу по вот этой бусинке захожу в следующие две то есть в эту следующую и так делать нельзя но я так делаю я иду против правил я захожу иголочкой вот в эти бисеринки 5 штучек которые у нас с вами так и сейчас объясню почему я так делаю и провожу иголку вот в эту бусинку и вывожу нитку с иголкой вот из этой бусины из которой нам нужно было выйти почему я так прошла вообще так идти нельзя потому что мы идем только по ходу плетения но в данном случае мы с вами сделали как бы угол более ровный за счет того что мы вышли вышли из вот этих бисерин и я вошла сразу вот в эту бусину то есть получается что вот эта бисерная палочка встала ровно между вот этими двумя бусинками не знаю понятно объяснила или нет но в общем нитку не видно и это главное нитку я имею ввиду между бусинами и бисером теперь мы вышли вот из этой бусины и продолжаем работу ровно в точно таком порядке как мы делали с вами до этого мы набирать будем 5 бисерин затем мы будем набирать 4 бусинки делать на них крестик набрали 4 бусинки делаем на них крестик то есть проходим вот в эту первую набранную из 4 бусинку с противоположной стороны затем набираем еще 5 бисерин 5 и присоединяем вот этот новый крестик мы присоединяем к крестику уже второго ряда то есть вот у нас второй ряд и мы проводим иголку вот в этот крестик в эту бусинку вот у нас с вами третий ряд затем вновь набираем 5 бисерин 5 вновь набираем 4 бусинки набрали 4 бусинки набрали 4 бусинки и и разверну немножко работу и проводим иголочку вот в эту первую бусинку для того чтобы сделать крестик затем набираем 5 бисерин 5 и проводим в следующий крестик вот в эту выступающую бусину затянули продолжаем так самостоятельно до того момента пока у нас с вами не образуется один крестик в центре то есть мы постепенно с вами сокращаем наше полотно сужаем и вам нужно будет чтобы вот здесь остался один крестик один то есть вот таким вот способом плетем самостоятельно далее продолжим смотрите мои дорогие я сплела уголочек мой и вывожу ниточку вот из крайней бусинки вот этой самом самом уголке я хочу прикрепить мою подвеску мою капельку вы можете сделать это без капельки как хотите я набираю затем на иголочку 6 бисерин 6 бисерин затем я надеваю капельку и еще нанизываю 3 бисеринки нанизала 3 опускаемся вниз и смотрите минуя эти три я провожу иголку в бусинку капельку и в первую бисеринку после нее затягиваю здесь у нас получается пико которая не даст нашей бусинки потеряться затем я набираю на иголку 5 бисерин 5 и провожу иголочку вот в эту бусинку с противоположной стороны вот так вот такой уголочек получился я зафиксировала и отрезала нитку сейчас возьму новую ниточку и мы с вами будем продолжать и дальше мы с вами будем работать двумя иголочками смотрите как я буду это делать я просто завожу иголку вот в эту бусину затем провожу иголку по всем остальным бусинкам в эту следующую и выводим нитку вот из этой бусины вот затем я надену сейчас на вот эту иголку тоже вернее на этот конец иголочку и вот чтобы посередине была наша с вами работа теперь смотрите на каждую из иголочек я наберу по 5 бисерин набрала на правую иголочку 5 набираю на левую иголочку 5 5 теперь на обе иголочки мы набираем одну бусинку параллельно иголки то есть вот я их сложила и нанизываю одну бусинку на обе иголочки сразу одновременно вот так затем вновь иголочки разъединяем и набираем на каждую из них по 5 бисерин на одну набрала 5 на другую набираем 5 затем я набираю одну бусинку которую на этот раз мы проводим иголочку навстречу через нее 2 иголочкой то есть вот так вот затянули затем на каждую из иголочек я набираю по одной бусинке на каждую затем на правую иголочку я набираю одну бусинку которую провожу через нее левую иголочку то есть нам с вами нужно сделать чередование вот таких вот бусин и крестиков проплетите пожалуйста так самостоятельно до необходимой вам длины до замочка далее продолжим и вот это вот сооружение которое я заранее подготовила я вам показывала что я надела на соединительное колечко бусинку замок и бусинку так вот мы надели с вами на каждую ниточку по бусинке и вот беру дальше вот эту бусину которая подготовила и провожу в нее иголку навстречу друг другу то есть мне нужно пройти в эту бусинку ой извините съехала то есть эту бусину мне нужно пройти навстречу двумя иголочками то есть я вначале провожу одну иголочку так а затем в эту же бусинку я провожу вторую иголочку навстречу 1 вот так то есть мы завершаем крайний крестик уже с половиночкой замочка вот такое ноу-хау пользуйтесь на здоровье сейчас я зафиксирую ниточку сделаю несколько узелков спрячу нитку в работу и со второй стороной колье поступить нужно будет вам самостоятельно точно также итак друзья вот такое колье у меня получилось оно получилось у меня ровно 40 сантиметров смотрится потрясающе на шейке я сфотографирую чуть позднее выложу фото готового колье в своем инстаграме ссылка на мой инстаграм под этим видео можете перейти и посмотреть как будет смотреться данное колье на мне если вам понравился данный мастер-класс ставьте пальчик вверх подписывайтесь на мой канал добавляйтесь в мои группы вконтакте в одноклассниках а также заходите в мой инстаграм на этом все я вас всех очень сильно люблю увидимся в новом мастер-классе пока пока